Давид, скажите нам, пожалуйста, мы должны были получить новости, вот самое последнее, о состоянии здоровья Михаила в Саакашвили, но пока у нас не получается связаться с врачом, который его постоянно навещает. Да, вот как раз в данный момент он находится с ним в камере, ну, в тюрьме. Вот скажите, что вы знаете о состоянии здоровья Михаила? Ну, в первую очередь приветствую вас, Савик. Спасибо за приглашение, что предоставили возможность от имени моих друзей в Грузии выступить сегодня на вашем эфире. Я хочу символично начать мое выступление, монолог, и передать вам вот эту футболку, поскольку вы, как Михаил, человек, который всю жизнь боретесь против тьмы, за прогресса и за свободу слова. Так что я думаю, что вам она тоже пригодится. Спасибо. 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 Буду ее носить. Спасибо. Пока он в тюрьме. Да. А потом постираю. Хорошо. Спасибо. А что касается состояния здоровья, оно, естественно, ухудшается с каждой недели, с каждой неделей, с каждым днем, поскольку, ну, хотя он человек физически сильный и крепкий, ну, понятно, что колодовка, она очень тяжелый процесс, из нее потом выходить тоже тяжело и так далее, но он выбрал для себя форму такого протеста. А поскольку другого выхода и варианта сегодня нет. Уже нет времени терять и ждать чего-то, что никогда не случится. Он принял такое решение, он понимал, на что он шел. И он один из редких политиков в сегодняшнем мире эпохи, которые готовы все поставить на коне. Думаю, что многие политики региона, и не только регионального уровня, ему в глубине души, даже те, кто его критикуют, чуть-чуть завидуют, потому что не каждый человек готов идти на такой поступок. Отказаться от спокойной, комфортной жизни, от жизни писать мемуары и рассказывать на пресс-конференциях, что получилось, что не получилось, идти в бой и бороться, и взять на себя ответственность за жизни других людей, за свободу, за прогресс и за прогрессивный нормальный образ жизни, который, к сожалению, Грузия потеряла за последние 9 лет. Продолжение следует...